Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры Сандер Боттичелли Оплакивание Христа, 1495-1500 годы, дерево темпера 106 на 71 Оплакивание Христа, алтарный образ для флорентийской церкви Санта-Мария Маджоры, создавался Боттичелли в трагическую для него пору Он глубоко переживал смерть своего покровителя, герцога Лоренцо Медичи, с чьим именем связан рассвет местного искусства С 1494 по 1498 диктатором города был доминиканский монах Джералама Саванрола, личный враг дьявола При этом он поразгласил синиором королем Флоренции Иисуса Христа, представ в глазах народа его избранников Художник находился под сильнейшим впечатлением от истовых проповедей, в которых Саванрола вечевал пороки, его манера явно изменилась В представленной картине ритмы пульсируют предельно напряженно, линия жесткая, изломанная, цвета интенсивные и резкие Похожие по стилю Пиета Боттичелли, сделанные в этот период, хранится в мюнхенской новой пинокотеке Семь персонажей создают цельную, компактную группу Тела живых, глубоко скорбящих, воистину переплетены с мертвым телом оплакиваемого Христа, создавая живую пирамиду Ее вершина – фигура Иосифа Аримафейского, который сжимает в одной руке терновый венец, в другой – гвозди, снятые с распятия Только этот персонаж, вопрошающе обращен к небесам, лишь его глаза открыты Всех остальных горе заставило опустить головы и закрыть веки Вот такое описание к работе Сандро Боттичелли «Оплакивание Христа» 1500 год, «Дерево Темпера» Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира» Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok